Приветствую вас, Ольга. Я думаю, что мне придется немножечко указать вас на моменты, которые несколько деструктивно влияют на ваше состояние, на ваше восприятие. Всем это связано. Значит, в первую очередь это связано с тем, что вы, утверждая, что вам мужчина нравится, вы утверждая, что вам человек, в общем-то, ну, по душе вы предпочитаете человека забыть. Это первое. То есть как-то для того, кто вроде как испытывает искренние чувства к другому, желание побыстрее забыть, выглядит немножечко странно. При этом вы говорите, что, а он, вот как все, вот он, да, что он думает про меня, что он думает обо мне, неужели у него нет ко мне никаких чувств и так далее. Мне кажется, что здесь как минимум какая-то немножко односторонняя история. Односторонняя история в том смысле, в том смысле, что каждый из вас преследует какие-то свои интересы. Но это неплохо, то, что происходит так. Просто чуть более осознанно может быть имеет смысл к этой ситуации подходить. Но, честно говоря, вы, грубо говоря, обвиняете, допустим, вы обвиняете, ну, мужчину, вот, в том, что он уходит от вас только тема, да? Ну, повторюсь, вы, вот, сами, вы готовы человека забыть только потому, что он в ваших ожиданиях, ну, вот, как я понял, не совсем, не совсем уж оправдал, получается. Это, наверное, первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Следующий момент, это то, что мужчина-домагалка, а вы обозначили свою позицию. Я боюсь, что если подобная ситуация происходит, если подобная ситуация получается, то это означает, скорее всего, что вас не воспринимают всерьез. Ну, вот, просто, вот, вас не воспринимают всерьез. Вас, мужчина, не воспринимают всерьез. Ну, это не обязательно, что вы, с вами что-то не так. Ну, это уже такой достаточно тревожный звоночек в сторону того, чтобы задуматься о том, как вы ведете себя с человеком, как вы ведете себя с мужчинами, вот. Вот, как вы себя профессионируете с мужчинами, вот. И, может быть, вы найдете некоторые причины, некоторые основания, почему человек ведет себя с вами вот так, как он ведет себя. То есть, я имею ввиду, по факту вас обесценивают. По факту. Ну, вот, это следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. То есть, то есть, к сожалению, можно сказать, что произошедшее с вами, это следствие вашего элемента поведения, в какой-то степени. может быть неосознанного, скорее всего, неосознанного. Но, тем не менее, достаточно вперед. Это нужно учитывать. И если, если есть повторение, если ситуация повторяется, то нужно с этим работать, чтобы вы таких мужчин не притягивали. Это не так сложно, как кажется. Ну, понятно, что если вы готовы над собой работать. Дальше, вы говорите, вам обидно. Вам обидно, что предполагает, наверное, факт того, что вас это задевает. В той или иной степени. Если вас это задевает, то давайте постараемся разобрать, чем конкретно вас это может задевать. Чем конкретно вас может это задевать и на что вы рассчитывали. Вообще, то, на что вы рассчитывали, на мой взгляд, является, в какой-то степени, вот именно ваши, ну, то, чего вы ожидали, является, в какой-то степени, очень интересным моментом. Потому что вы говорите, что вначале он проявлял уважение, а вдруг начал делать намеки на секс. А я бурно проявлял негодованность. То есть, почему бурно? Он исчез, потом снова вернулся. Снова обоначиваю свою позицию и завязываю нормальное общение, которое он завязывал. Вот на что вы рассчитывали? Что вы, ну, что он изменится или что? Снова пропал. Общаем встречу недельную. Вопрос интересует у консима, отвечает, что это не единственная причина, по которой она общается. А какая еще причина есть? Мы с ним только нажали на конкурсе, а друг друга не знаем, а он вот так. То есть, понимаете, здесь вот такое ощущение, да, что обманули ваши ожидания, соответственно, за эту обиду. Вот. А вопрос-то в том, насколько ваши ожидания оправданы. Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, ну, ваши ожидания, ну, мягко говоря, нереалистичные. Потому что они не соответствуют реальность, они не соответствуют как бы тому, что есть на самом деле. Они не соответствуют тем реальным, которые есть, к сожалению. К сожалению, повторюсь. Вот. Ну, вопрос заключается в том, что вы, вы почему-то на это рассчитываете, вы почему-то на это, а, вы почему-то ожидаете, что человек с незавидно возьмет и изменится. Ну вот как бы, ну это, давайте вот постараемся, да, обратить немножечко ваше внимание, это, на мой взгляд, важная история, ну на мой взгляд, на мой взгляд, это важный момент, что вы ждёте, что человек вот станет другим, что человек внезапно поменяется, что человек будет относиться к вам иначе, по-другому и так далее, хотя на это ничего не указывать. Дальше, так, мне сейчас обидно, что за мной так поспит человек, который мне нравится, а он может мне вот так вот взять и отвернуться. Смотрите, в какой-то степени здесь речь идёт о ваших желаниях, в том смысле, что, по моему мнению, вы не очень хорошо отдаёте себе отчёт в том, чего именно вы хотите. То есть, ваша симпатия, да, она связана сейчас с тем, что человек должен оправдывать ваши ожидания, должен быть таким, каким вы хотите его видеть, и не должен вести себя так, как вы от него не ожидаете, если он ведёт себя так вам обидно. То есть, вы что-то теряете. Понимаете? То есть, в отношении с человеком, которого вы, как сами сказали, едва знаете, вы уже проявляете достаточно мощную, я бы сказал, заинтересованность. Понимаете, в чём штука? И вот эта мощная заинтересованность, ваша заинтересованность в нём имеет свои основания, вот. Нужно только поисследовать, что это за основания, какие это основания. Это, на мой взгляд, достаточно важная история. Потому что вы здесь о себе проскоряете. Вот. Вот. Может быть, это связано с тем, что вы даёте человеку понять, что нуждается в нём. Может быть, вы даёте понять, ну даёте вот ощутить, что вы там, образно говоря, уязвимы, допустим, да, или что-то ещё. То есть, вариантов на самом деле много, много вариантов. Вот. Но какой вариант ваш, нужно смотреть. Вот. То, что у вас есть трудности с самооценкой, то, что у вас есть трудности с эмоциями, да, то есть, ну, вот вы, ну, как мне кажется, да, не всегда и не до конца осознаёте, как бы, что вы чувствуете, да, и чего вы хотите. Вот. С этим тоже нужно работать. Вот. Обида – это, повторюсь, обида – это ожидание. И это ожидание неоправданное. Обида – это, к сожалению, это перекладывание ответственности на ответственности на человека. За то, что нужно вам. За то, что вы хотите. Понимаете, какая штука. И, таким образом, конечно, вы становитесь зависимым. Ну, по-другому, в принципе, и быть не может. Вот. Ну, то есть, если вы летаетесь, да, ну, в чём-то, то, конечно, вы будете зависимым, потому что, ну, а как, как по-другому. В принципе, здесь всё логично. Как мне кажется. Вот. Я могу, конечно, ошибаться, да, но вот. Как мне кажется, всё логично. Вполне. Вот. То есть обидная, ну, такая вот, такая модель победильная. Вот. Вам, скорее всего, была взята и из родительской семьи. То есть именно из родительской семьи вы научились обижаться, что это ждать от людей и, может быть, перекладывать на людей же часть ответственности за то, что касается вас, например. Ну, это всё довольно существенно, довольно серьёзно вашу жизнь усложняет. Вот. И это можно скорректировать, если, если вы этого хотите. Если вам это нужно, если вы в этом заинтересованы, то это можно скорректировать. Ну, вот. Ну, исходя из того, что вы написали, я пока не очень, очень понимаю, каков ваш запрос. Ладно. То есть забыть, ну, забыть невозможно. Не его забыть невозможно, не обиду. То есть здесь, скорее, есть некоторое не желание разбираться в себе, а желание, желание, ну, знаете как, вот, искусственно упростить всё, да, ситуацию. Вот. Ну, к сожалению, так не бывает и есть проблема. Проблема не может повториться, к сожалению. Вот. Поэтому её нужно решать. Она сама собой, сама собой проблем не решит. Вот. И, соответственно, её нужно решать. Сделать так, чтобы вы в такой ситуации больше не оказались. Например, да, если вы считаете, что мужчина, там, ну, не знаю, что мужчина ввёл себя некорректно, да, если вы так считаете. Ну, вот. То, ну, нужно, чтобы вы чётко сразу давали понять, что с вами так нельзя. Вот. На мой же взгляд, бурное реагирование, да, это может быть, может быть представлено как, ну, проявление чего-то вроде слабости. Вот. Бурное реагирование – это то, что, ну, может выдаваться за страх. Понимаете? В чём штука-то. Вот. А если человек, ну, боится, то он воспринимается, к сожалению, уже не срывается. Вот. Вот. Поэтому вам это нужно учитывать, в, ну, в своей реальности, как бы. Вот. И, ну, стараться исходить именно из, именно из этого. Вот. Вот. То есть не думать, что вот я сейчас бурно оправирую, да, и всё, и ситуация сразу, сразу станет нормальной. Нет. Это, к сожалению, не так. Вот. Тут, как я могу вам ответить. То есть да, обиды – это, безусловно, это неприятно. Это, безусловно, очень тяжело, тяжело. А если вас это травмировало, если вас это травмировало, то с этим нужно работать. Понимаете, какая штука. Вывести вас из травмы, ну, из травматичного состояния. Вот. Проработать травмы. И, значит, унести коррективы, чтобы, кстати, такая больше не случалась. Вот. А я думаю, что это вполне реально. При, конечно, наличии вашего, ну, при наличии вашего желания этим заниматься. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. А-а-а. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что у вас всё нормализуется. Надеюсь, что у вас всё в итоге всё будет хорошо. Вот. Надеюсь, что вам будет встречаться только хорошие мужчины, которые... и, значит, дадут вам всё, чего вы хотите. Но здесь, конечно, есть такой момент, что вам самой. нужно будет провести определённую работу над собой. Либо есть у меня такое подозрение, что к себе, сами к себе вы относитесь. Мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Но я рад был бы ошибаться. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...